Актуальная тема Опять, к сожалению, уехать там, где я работаю Там, где в данный момент складывается моя жизнь, моя карьера В Улан-Удэ я приехала в начале июля Чтобы поздравить своего отца с днем рождения Это такая традиция у нас Чтобы насладиться озером Байкал, друзьями и голосом кочевников Мне очень нравится этот фестиваль Я стараюсь каждый раз попасть на него Даша, лично твои эмоции, ощущения, впечатления от нынешнего голоса кочевников И я так понимаю, что если он нравится этот фестиваль, то есть с чем сравнивать уже Да, конечно, я бывала на многих фестивалях Ну, во-первых, очень такая непринужденная там обстановка Потому что, вы знаете, на фестивалях, больших крупных фестивалях Там огромные очереди Чтобы взять вот эти талончики Ты не можешь прийти со своей едой Со своей едой, что-то там выпить, если хочешь Это все ты не можешь Там регламентировано все И поэтому натура тоже Вот сам натура имеется в виду природа Природа, то есть часто какие-то роковые фестивали Они проводятся в Европе Там просто все бетонные какие-то плиты Ничего красивого Здесь у нас обалденные прогулки можно делать Ходят люди с лошадьми Можете покатать детей Можете пострелять из стрел То есть для меня это вообще какой-то волшебный, необычный фестиваль Который на большом-большом профессиональном уровне И вот пока еще он такой довольно-таки открытый, свободный И такой дружеский Вот я надеюсь, он таким и останется Потому что он не сравнится со многими фестивалями, на которых я была С которыми вы копите там весь год на эти фестивали Если хотите нормально провести время В 2010 и 2012 году ты сама была участницей Голоса кочевников, выступала Сейчас есть желание вернуться на сцену голоса? Конечно, просто я в этом году приехала совсем впритык к фестивалю И то есть можно было, конечно, организоваться и спеть одной на сцене Ну, хотелось выступить с музыкантами, а это всегда время на репетиции А музыканты, с которыми я работаю, они востребованы здесь, в Улан-Удэ Вот, и Андрей Баглаев, гитарист Он играл в день голоса кочевников У него там было три каких-то мероприятия И юный барабанщик, с которым мы сейчас начали сотрудничать Семен Крайнов Он тоже играл в группе Дори там По-моему, еще с кем-то играл В группе Патифон Вот, поэтому нужно время на все это Я не... репетиции И мы просто не успели До эфира мы когда говорили Прозвучала фраза о том, что концерты, которые будут завтра 14 августа и 18 августа Это не запланированные фактические концерты То есть они не стояли там в графике Это не тур по Бурятии, по Улан-Удэ Почему эти концерты вот так внезапные такие? Ну, во-первых, это такая традиция Когда я приезжаю в город Улан-Удэ Иногда даже я приезжаю совсем на короткое время И каждый раз говорю Нет, ну тут совсем мало времени Я не могу, я не успеваю сделать Организовать концерт И все-таки меня уламывают Все-таки люди просят, потому что... Кто эти жестокие люди, которые уламывают? Ну, они не жестокие, это прекрасные люди Это люди, видимо, которым в какой-то момент меня услышали Мне небезразлично то, что я делаю Им хочется попасть Надо понимать, что такое молодежный театр Я не знаю, были ли вы там Это очень такое уютное, интимное место Где практически собираются единомышленники все Вот, и поэтому, вы знаете Я не надеваю перья Я не надеваю какие-то там платья У меня нет подтанцовок У меня нет шоу У меня, в принципе, беседа Музыкальная такая беседа Дружеская с людьми Оно такое в стиле немножко кабаре И, ну, скажем так, да Больше похоже на кабаре Вот И люди, которые приходят Это часто люди, которые все-таки ближе К альтернативной культуре Вообще музыкальной Театральной Киношной Вот, поэтому Это люди, с которыми я, в принципе, дружу Общаюсь Кого-то Как дружу? Я не дружу, потому что я их вижу очень редко Но это такие вот единомышленники, скажем так И люди, которые туда попадают Вот, либо они проникают с этой атмосферы Либо совсем не для них Им неудобно сидеть Им нужны большие залы, чтобы свет То есть я же не... Красивое шоу Да, красивое шоу Я совсем не в теме То есть я не то Я не наша бурятская звезда Там с ансамбль Байкал Я всех их люблю и уважаю Но я это немного другие Другая атмосфера И вот такая вот поэтическая, скажем, театральная атмосфера Есть люди, которые именно жаждут вот этого И они поэтому приходят на мои концерты Чуть отмотаем назад о том, что молодежный театр Это такое интимное место Камерная атмосфера Это беседа До вот этих анонсированных концертов 14 и 18 августа Прошло еще несколько в парках города Улан-Удэ Которые не назовешь интимными и камерными Что побудило выступить в парке? И как это было? И новые лета? Да, просто предложили Просто предложили А я как певица, как артист Я соглашаюсь Когда мне что-то предлагают Тем более, как бы Ну, это моя работа То есть я выступаю совершенно на различных площадках Это могут быть и крупные площадки На них, конечно, это более ответственное мероприятие Но вот удается А вообще я очень много выступаю в джазовых клубах Вот именно в таких кабаре В каких-то центрах Где, например, после какого-то кинофестиваля Например, собираются люди послушать музыку То есть часто это, конечно, российские кинофестивали Там продвигают Это такое а-ля автопати или нет? Ну, нет, почему это не автопати Это как бы запланированное мероприятие На которое люди собираются Там общаются И вот идет концерт музыкальный Слушают меня Вот Поэтому Это как бы не то, что я выбираю Что нужно так или иначе Я знаю, что лучше всего Моя музыка проникнет в людей В людей, когда их будет небольшое количество И у них будут уши, чтобы слушать А не какое-нибудь там, например, увеселительное заведение Где хочется всем потанцевать Хотя вот на култушной базе я выступала Очень было весело Там под мои песни Там какие-то выпившие люди отплясывали Но мне это тоже очень всегда нравится Потому что, то есть Дарить людям радость Это в любом случае здорово А по поводу выступления в Лондонских парках Еще вопрос такой Кто пришел? То есть это были ценители старые, знакомые Кто уже имел какое-то представление о творчестве Или это завсегда-то и парков Там бабушки, милые дедушки Ой, там не было Там мало было бабушек, кстати, и дедушек Ну, было несколько Там были вот в парке Жанаева Вообще совершенно среднего возраста Или молодые люди Также и в парке Орешково Были, конечно, случайные люди Которые проходили мимо Были люди, которые принесли цветы То есть я полагаю, что они пришли именно Потому что услышали, что я там выступаю Были люди, которые просили прямо из публики А споите вот ту или иную песню То есть они ее знали Но я в темноте не видела Но мне потом сказали мои друзья Которые там присутствовали Что люди некоторые подпевали То есть знали, видимо Ну, я думаю То есть реклама была дана буквально за 2-3 дня Наверное, если бы она как-то так звучала Долго-долго Может быть пришло бы больше людей еще, ценителей Вот, кстати, ну понятно, что концерты Практически всегда не запланированы То есть они не стоят в графике за полгода, за год До самого мероприятия В молодежном театре никогда не бывает Полгода за год Но реклама дается обычно Так очень в сжатые сроки В очень ограниченном интернет-пространстве Какие-то отдельные тематические сайты Либо наши СМИ в этот раз хорошо поддержали Я сейчас вот до эфира готовился Когда вбил практически на всех лентах Есть анонсы Спасибо большое в нашем семье Кто должен прийти на концерт? По твоему мнению Ну, не знаю, кто должен прийти на концерт Но вот на 14-е уже билетов не осталось На 18-е осталось несколько билетов То есть нужно спешить Чтобы взять Это приходит очень часто, я вам скажу Это очень часто приходят люди, которые прям С самого начала следят за моим творчеством Которым нравятся песни Часто это приходят девушки, которые чувствительны Не знаю, к поэзии, к музыке Очень часто приходят молодые люди Вот ваши ребята, кстати, с вашего канала Приходят, слушают Ну, они в принципе творческие ребята Вот, творческие люди приходят очень часто Да, эти люди приходят не безразличные к творчеству Это приходят непростые, скажем вам так, обыватели Которые там, ну, раза два ходят, может быть, в году в кино И все Это люди, которые интересуются музыкой Которые интересуются кино То есть люди, которым интересно Но, опять же, надо понять, что это не попсовое направление Кино или музыки Потому что во многих интервью Практически в каждом ты говоришь о том, что Я не шоу-бизнес в общепринятом понимании Я такое некое альтернативное направление искусства Да И все практически, ну, кроме таких наших прямо Маститых вообще мировых звезд Ну, не буду говорить российских звезд Ну, скажем так, западных звезд Я больше всего то, что я слушаю Это все-таки альтернативная музыка Это, ну, кто-то развивается так Кто-то развивается иначе Вот Ну, вот, например, по российским меркам Я вам скажу Вот подошла женщина мне и сказала недавно Мне очень напоминает То, что вы делаете творчество Павла Кашина Ну, вот я вам скажу, что да Вот это где-то вот тут Где-то там, где вот Павел Кашин Стоит идти на концерт человеку Ну, понятно, что в принципе стоит Но человеку, который вообще никогда не слушал Не слышал, не знает, не видел Вот Что он для себя откроет, когда придет на концерт Как раз ему-то и стоит идти Ну, как что он откроет? Он откроет А если он потом встанет и уйдет? Ну, вы знаете, я так объясняю Альтернативное Я же не какая-нибудь там панк Или какой-нибудь там нойз рок Хотя я очень люблю эти направления То есть уважают Ну, я это На самом деле у меня слова, тексты Вполне доступные Вполне понятные На русском языке Мелодии, куплеты, припевы То есть песни, которые в принципе Можно ходить потом и напевать Ничего там такого сложного-то нет Просто нужно немножечко сделать усилия И прийти Еще сюрпризы какие-то ожидаются на концертах Ну, я хотела очень сделать сюрприз Но, к сожалению, вот Хочу вам огорчить Вас огорчить Я должна была сделать несколько треков С группой Дари, но актеры русского драматического театра Уехали в Тюмень И в последний момент, вот буквально день назад Мне сообщили, что билеты обратные куплены На 19-е число Поэтому они приедут после Поэтому, если удастся Мы сделаем небольшой джемсейшн После концерта Ну, наверное, какие-то ребята Поучаствуют все-таки В моем концерте В моем шоу И, ну, все все равно будет хорошо Все все равно Мы готовимся к этому К тому, чтобы все было хорошо Сейшн, который будет с ребятами Это будет открытое мероприятие Или это такой, Олег, квартирник? Ну, для тех, кто желает, конечно В принципе, люди могут остаться немного подольше Мы можем пообщаться Обычно люди остаются, общаются Мы обмениваемся там идеями, словами Вот, поэтому Ну, часто люди, на самом деле После концерта Просто там трамвай, автобусы Они уходят И как бы им достаточно этого Остальное неинтересно Но, наверное, останутся более, скажем так, молодежь Вот, кстати, трамвай, автобусы Этнокультурный и культурный шок присутствуют Когда приезжаешь из Франции В Бурятию возвращаешься Или едешь ли с какими-то С какими-то Предугадыванием чего-то нового Как все поменялось здесь? Ну, все как-то меняется Какие-то вещи остаются неизменными То есть качество дорог Скажем так На самом деле У меня не может быть шока Я здесь родилась Я здесь выросла Я возвращаюсь сюда, в принципе, из года в год Ну, хотя бы там раз в два года Бываю здесь Я постоянно поддерживаю отношения С моими друзьями из города Улан-Удэ И, ну, наверное, для тех, кто приедет из Европы Будет небольшой шок Ну, какой может быть шок? Вы знаете, мир до такой степени открыт сегодня Люди путешествуют Ездят во Вьетнам Ездят в Китай Ездят в Индию Вот туда приезжайте Я думаю, там должен быть шок Потому что там люди прокаженные иногда Валяются на улицах Вот Я приехала в Китай Я там в какие-то моменты просто вздрагивала Я была в Шанхае долгое время Вот И вот там у меня был небольшой шок, я вам скажу Хотя я как бы... А в Улан-Удэ Все достаточно, я вам скажу так Цивильное и в рамках приличия По поводу того, что на завтра билетов уже не осталось Было ли желание, может быть, есть это желание Взять площадку побольше в следующий раз? У меня было такое желание Однажды я взяла площадку побольше Это была филармония Вот Я была одна, потому что мои музыканты не смогли освободиться У них были какие-то свои мероприятия Вот Я сделала мероприятие с Сергеем Боловиным Ну, там очень хаосно все получилось Потому что интересный проект Но не надо было, чтобы он рисовал на сцене В общем, меня это все отвлекало Единственное, что был очень хороший инструмент Вот И это все попало в какой-то самый жаркий день июля И очень было тяжело собрать народ И очень тяжело было со всей... Потому что реклама была, в принципе, одна и та же Дана Потому что так же было все в краткие сроки сделано Вот Я люблю больше луч в тесноте, да не в обиде Чем вот немножко там свободных рядов мелькает Вот На самом деле, если брать Серьезнее площадку Нужно сделать серьезнее рекламу Серьезнее подходить к этому вопросу Но так как у меня здесь нет команды У меня здесь, то есть А ребятам из молодежного театра Ну, они Вообще, вы же понимаете, что такое молодежный театр Это нет ни субсидий Нет никаких единиц, в принципе, оплачиваемых Делается все от доброго сердца И от желания Вот От энтузиазма А на энтузиазме как бы я не хочу людей эксплуатировать Вот Поэтому мы делаем так, как мы можем Мы делаем в меру своих возможностей И потом это мой родной театр Я его люблю, и надо, чтобы он как-то жил И вот таким образом он немного оживает И мне всегда приятно видеть оживленный наш родной молодежный театр В котором я выросла Он рос вместе со мной То есть это буквально в одно и то же время Он создал То есть создал папа театр И, ну, со своими единомышленниками, друзьями Вот, и этого я родилась Не так много времени остается Анонсируй концерты свои Даже те, на которых нет билета Вот, ну, анонсировать концерт 14-го числа уже нету смысла Хотя, вот, приходите Это завтра в 19 часов 30 минут И 18-го августа в 19 часов ровно В субботу приходите на заключительный концерт И это будет завершающий вечер моего присутствия в городе Улан-Удэ Остается день на сбор И я улетаю обратно Поэтому буду рада всех встретить Пообщаться, увидеть Приходите В молодежный художественный театр На Димитрова 2 Спасибо большое за беседу Спасибо, Александр Я напоминаю, что в гостях у нас была певица, композитор Иногда актриса Даша Баскакова Мы говорили про творчество И про предстоящие концерты Которых осталось всего два По факту один До свидания До свидания Редактор субтитров А.Семкин